Не побоюсь этого слова. Легенда авторынка Владивостока. Зеленый угол. Легенда всей России. По машинам новинки Хонды, которые вы не встретите в России. Конечно, очень популярна в последнее время Хонда. Цивик на всех площадках. Они как будто готовились к моему приезду. Велком. На бегу сейчас знатоки опять напишут. Михалыч, правый руль запретят. Вы в Таиланде, в Японии, в Сингапуре, в Гонконге, в своем этом Лондоне, в Англии. Правые рули вот эти. Миша! О, кстати, забыл вам сказать. Во многих машинах в Таиланде, видите, у нас ребята вешают иконки. Всем привет, друзья! С вами я, Михаил Самолетов. Находимся в Таиланде. Столица Бангкок. Население 5 миллионов 500 тысяч человек. Сегодня узнаем, какие же цены на БАУ и новые машины в автосалоне Хонда. Прямиком из Японии. Правый руль. Все, как мы с вами любим. Давайте зайдем и поглядим, что же там в наличии, какие цены. На входе в автосалон Хонда нас встречают популярные модели. Вот такой вот Хонда Циви. Комплектация РС. Черные фары, туманки, очень красивые диски. Машина вся в черном элегантном цвете. Реально цвет этот машин не подходит. Здесь уже дальше мы идем. Хонда Аккорд стоит. СР6, СР7 легендарные кузова. Все их покупают. СРСи на них двигается. Здесь и сценарии, и парктроники. Максимальная комплектация. Круговые обзоры. Люк, тонировка. Вон под лобовым стеклом страховка. Она же техосмотр. И, конечно же, здесь новая СРВ-шечка. Реально СРВ смотрится очень классно. Гляньте на эти роскошные фары. Дневные ходовые огни. Большая лайба Хонда. Тонировка в круг, о чем все жители России мечтают. Понимаете? Пятеркой затонироваться. Но у нас, к сожалению, можно только сделать тонировочку сзади. Сейчас зайдем в автосалон и посмотрим, сколько они стоят. Здесь конкретно у нас АВД Asymmetrical Wheel Drive. Они как будто готовились к моему приезду. Велком. Красный коврик. Красная ковровая дорожка для Михаила Самолетова. На самом деле здесь, когда заходишь в автосалон, работает кондиционер. Очень прохладно. Здесь, видите, Хонда 3 Айудая. Юсткар со смайликом. Здесь машина баушная. Сколько же она стоит? И напишите, как вы думаете, что это за цены по сравнению с Россией. Дорого или дешево. Вот здесь цена 449 тысяч бат. Сегодня официальный курс тайского бата 1,7. Когда вы смотрите это видео, посмотрите. Может, через год, через два, через 10 лет. Если YouTube, конечно, не запретят в России, поэтому подписывайтесь на ссылки ниже Telegram, Яндекс.Зен. Соответственно, здесь 1,8. 64 тысячи пробег. Вот машина в наличии. Белый приятный цвет. Оригинальное литье Хонда. Кстати, резина, ребятушки, Ханкук. Тоже раньше корейскую резину люди боялись покупать. Сейчас вот повторители поворота в боковых зеркалах, ветровички. Тайцы знают толк в машинах. Ветровички сразу ставят непривычную, опять же, для России глухая тонировка. Спойлер такой оригинальный. И вот здесь Civic, Civic 1,8, IFTEC. На бегу сейчас знатоки опять напишут. Михалыч, правый руль запретят. Вы в Таиланде, в Японии, в Сингапуре, в Гонконге, в своем этом Лондоне, в Англии. Правые рули вот эти. Миша! Мужики, весь цивилизованный мир на правом руле. Вот здесь вот кто у нас на районе. Вот Азия, все. Все правый руль двигаются, все нормально. Ну, движение слева, да, вопросов нет. Ну, нормально, удобно ездить. Вся Россия ездит так же. Так, электропривода сидений, салон, кожа для 60 тысяч пробега немножко подшарпана. Руль в идеальном состоянии. Машина заводится с ключа. У нее здесь, видите, двухуровневая панель. Здесь у нее музычка стоится. Титайцы любят по музыке тюнинговать. Короче, тачка огонь. Не побоюсь этого слова. Легенда авторынка Владивостока. Зеленый угол. Легенда всей России. Легенда всей Японии. А также легенда Таиланда. Это Honda Jazz. По-нашему, по-японски. Это Honda по-японски. Для внутреннего рынка Японии машина называется Honda Fit. Это уже, видите, у нее рестайлинг. Здесь очень красивый бампер. Такой, видите, идет он двухъярусный, как ступенька. Вот так, хопа, хопа. Ступенечка назовем это. Заряженное литье черное. Посмотрите на это. Произведение искусства. Кстати, тайцы очень любят перфорированные тормоза. Уже здесь у них на суппорта накладки какие-то зеленые. Hankook резина, видно, спортивная, с таким широким бортом. Цена машины, ребята, цена. Всех интересуют бабки, деньги. Сколько стоит этот автомобиль? Цена машины 539 тысяч бат. Honda Use Car, смайлик. Здесь по-тайски что-то у нас написано. Я так понимаю, это номер ВИН кузова или что? Honda Jazz, название тут полторашка, полторашка, полторашечка. 1,5. Опять же, черная тонировка в круг. Антихром, уши, черные диски. Jazz наклеечка. Все, как любят тайцы. Они вот эту, знаете, мишуру, понавесить. Тюнинг такой. Давайте глянем, что у нас в салоне. Ребята, в салоне мы заходим. Сейчас включаем цветомузыку. Подсветка в ногах. Диодик стоит. Руль классический. Все классический. Шкавариатор здесь. Магнитола 2. Салон в отличном состоянии. Кстати, здесь запах просто отличный. Конечно, очень популярна в последнее время Honda Civic на всех площадках. Она заходит всем любителям Honda. Машина седана. Очень смотрится симпатично, свежо. Цена сегодня на нее 609 тысяч рублей. Объем 1,8. Опять же, это Honda. Парктроники, они же сонары. Камера заднего вида. Элегантный спойлер. Ветровички. Вот тайцы, тайцы, красавчики. За что? Ветровички. Вот, ребят. Ветровички must have. Открываем здесь у нас тоже подсветочка салона. Кожаный салон. Очень плотная кожа. Но единственное, конечно, в этот момент надо будет перешить. Тысяч за 3 бат, наверное, все сделают за 2. Опять же, подсветочка. Руль удобный с косточками. Мультимедиа. Кнопка старт-стоп. Электростояночный тормоз. Видите, здесь уже также селектор переключения КПП. Все сделано, короче, классно и красиво. И цена. О, кстати, забыл вам сказать. Во многих машинах в Таиланде, видите, у нас ребята вешают иконки. А здесь вот такие вот лепнины. Я даже как-то видел в автобусе. Короче, весь потолок расписали вот этими ихними иконками тайскими на безопасность. Опять же, видите, здесь в дверной карте есть такой пескун. Колоночка маленькая. Ручки хром. Резина данлоп. Такой автомобиль я брал в прокат на Пхукете неоднократно, только белого цвета. У нас там был такой товарищ, корешок Одисдак. Постоянно брали у него в прокат такую машину. Была она 750 бат. Если там по скидке, короче, на недельку берешь. 750 бат в сутки. Здесь в наличии в автосалоне Хонда в самом центре Бангкока 439 тысяч. Цена CV 2014 год. Сити, СВ. Полтора литра объем двигателя. Вот она, машина в наличии. Темно-серого цвета, туманки. Простые обычные фары на лампочках, да. Сейчас глянем, что в салоне Хонда Сити. Машиночка наша, городская, городской наш автомобиль. Автомобиль. Опять же, руль, полный мультируль. Все кнопки. Здесь ЭКОН, регулировки, Лев Трайт, сложить ушки. Косточек нет. Вот что единственное, у меня здесь не очень нету косточек анатомических. А так, кожаный салон. Тайцы, кстати, очень часто, если салон тканевый, его сами в кожу перетягивают. Здесь очень красивая Сакура. Посмотрите, она уже цветет круглый год в Бангкоке, в Таиланде, здесь и сейчас. Здесь готовимся к Новому году. Уже здесь, видите, у нас красивая елка. Ждем, так сказать, Новый год. Новинки, которые вы не встретите в России, их вообще даже нету в России. На российских дорогах, мне кажется, тоже. Хонда, Сити, хэтчбэк, универсал РС. Гляньте на эти лютые фары. Черный цвет и универсал, ребята. Люди хотят универсал. Цена машины сегодня здесь по скидке 749 тысяч бат. Задний дворник, камера заднего вида, Хонда, Сити. Красивая машина. То есть где-то, грубо говоря, умножаете на 2 и чуть-чуть вычитаете. То есть машина стоит в Таиланде сегодня порядка миллион пятьсот. Даже дешевле. Кнопка старт-стоп-энджин, видите, здесь мигает. Простая приборка. 2.1 у нее идет, соответственно, в этот магнитофон. И тканевые сидения. Напишите, что за миллион пятьсот. Сейчас можно купить нового в России. Еще один Хонда Сити хэтчбэк. Кстати, этот цвет у Ауди есть. И еще в каких-то называется он как-то Бруклин Грей. Вот в такой оттенок очень тоже смотрится классно. Еще одна Хонда Сити. Здесь большой автосалон, просторный шоурум. Видите, вон чай, иероглиф, Хонда, чай. А из окна, конечно, можно увидеть пробки. Вон, кстати, Хонда Фри. Как и в любом автосалоне, вы можете выбрать себе машину по вкусу. То есть максимально под ваш вкус. Можно выбрать цвет. Здесь вот это Feta White Platinum, White Pearl, короче, богатый, белый, жемчужный. Разные цвета. Можете себе выбрать окрас вашего автомобиля. Михалыч, Миша, как же BMW, BR-V? Вот, BR-V. Это не BMW, а BR-V. Это Хонда. Естественно, BR-V. Резина зимняя, летняя, вернее, Бриджтоун Туранза. Хорошая, Бриджтоун Туранза резина. Слепые зоны. Видите, камера. Сейчас посмотрим. Цена машины сколько стоит. Но здесь уже ценник, ребята, пободрее. Здесь уже ценник 973 тысячи. По салону. Салон здесь тоже приятный. Уже по богатому. Смотрите, есть вот такие вот у нее псевдошторки. Можно зрение тренировать. Помните, в детстве такие были очки? Одеваешь, и типа зрение тренируется. Сзади машина выглядит тоже очень интересно. Симпатичный, необычный японский дизайн. Айфтек у нее здесь. Кожаный салон. Здесь в салоне уже, конечно, прострочечка. Все сделано очень классно, хорошо, по-богатому. Кожа толстая, плотная. Простая приборка. Конечно, у немцев уже все электронное идет. Здесь мигает стопка старцов. Двадиновая магнитола. Люка нету. И здесь, кстати, у них, я так понимаю, в потолке, видите, горбота. То есть для задних пассажиров сейчас откроем. Там тоже, походу, этот кондиционер. Да, я угадал. Видите, тоже для задних пассажиров здесь обдув. Потому что реально в Таиланде, когда плюс 35, жара, невозможно находиться без кондишки. На Honda BR-V идет семиместка. Видите, семь мест. Семь сидс комфорт. Здесь у нас показана схема расположения сидений. То есть задний ряд два, здесь три, здесь два. Honda City уже не хэтчбэк, а обычная. RS, рейсинг, комплектация. Цена за новый автомобиль, ребята, не буду вас шокировать. Авторы накшо 739 тысяч бат. Видите, здесь расход 4,2. Вот опять же, это по паспорту, по документам. Вот такой городской автомобиль сегодня в Таиланде стоит, грубо говоря, миллион 350. Если по сегодняшнему курсу. Имеется небольшая зона ожидания для клиентов. Сейчас мы вниз спустимся, я вам покажу, как обслуживаются машины и на каких машинах приехали все эти тайцы. Мы спустились в зону ТО. Здесь машины, на которых ездят сами тайцы. Как видите, Honda реально популярный автомобиль. Есть и он даже Freed или Spike. Вдалеке он там. Honda Vezel стоит наш японский. Кстати, Vezel это баушки. Здесь они в Таиланде, на внутреннем рынке тоже не продаются. С ервухи там, короче, есть, ребята, любые автомобили. Очень приветливый и дружелюбный автосалон Honda находится в центре Бангкока. Если кому-то надо обслужить свою Honda, какие-то есть по машине вопросы, какие-то запчасти, ТО сделать, маслица поменять. Всех милости прошу в автосалон. Ссылку на него я оставлю внизу к описании к видео. Поэтому, если вопросы по Honda, можете смело в Бангкоке к ним обращаться. С вами, как обычно, был я, Михаил Самолетов, моя помощница Анастасия. Всем огромных благ. Спасибо за просмотр и пока. До новых встреч. Увидимся в новом видео.